Нет журнала и пробудился ото сна маленький мышонок. От волнения глазки его были широко открыты, а носик подергивался, пытаясь уловить запах, носившийся в воздухе. Его охватил страх. Рядом кто-то был. Маленький мышонок лежал, затаив дыхание, готовый быстро убежать, если придётся. Но откуда-то донёсся на сон и груз. Не бойся, маленький мышонок. Не бойся, меня зовут Иисус, и я пришёл поговорить с тобой. Мышонок увидел участливый взгляд, улыбающееся лицо, и весь страх его исчез, когда это прекрасное существо подняло его с земли, и он очутился у него на ладони. Мышонок, послушай, что я себе могу сказать тебе, и слушай внимательно. Необходимо выполнить важную работу. Я хочу, чтобы ты помог мне. Я скоро возвращусь, чтобы забрать всех, кто любит меня и ходит на моем пути. Я хочу, чтобы все мои творения знали, и ты приготовились. Поэтому мне нужна твоя помощь, уши. Ты должен сообщить всем обитателям в джунглях, что мне необходимо поскорее подготовиться, если они хотят отправиться домой вместе со мной. Я? Разве я смогу? Ты такой великий Иисус, и ты, конечно, знаешь, что среди всех животных в джунглях я самый маленький и самый беззащитный. Я живу, постоянно умирая от страха. Как же я смогу помочь тебе? Из всех животных в джунглях, для выполнения моей работы, я буду тебя вошел. Тебя не можно бояться. Я всегда буду с тобой. И буду защищать тебя. Самое главное. Тебя не знаю, но мы должны сейчас же начать готовить. Ай, честно говоря, я не совсем свободен в данный момент. У меня столько сил. Я могу показать тебе мою записанную книжку. Ни единой свободной строчки. В эту педницу я собираюсь в своей сестре. В свободу лежит дантист. Давай-ка посмотрим. Крокодил с лязгом раскрыл и закрыл свою пасть и щелкнул зубами так, что бедный мышонок сильно испугался. Однако, изо всех сил он старался сохранить присутствие духа и думать об обещании защищать дело, которое дал ему сам Иисус. Я бы мог найти для него время в следующий четвертый день. Добегаясь. В противном случае, боюсь, я буду занят до конца июня. Это очень важно. Кот придет, чтобы забрать с собой всех, кто любит его и ходит с его путями. Что ж, если это будет через неделю-четвертый, то скажи ему, я приду. И с этими словами... Мне нужно поговорить на бой! Дегемот с шумом всплыл из прибредного пила, зевнул и, сильно растягивая слова, спросил. Иисус, Господь Иисус, приходил ко мне в прошлой ночи и попросил меня сообщить стен, чтобы все подготовились, потому что он скоро вернется. Неужели? Эм, это слава. Да, мы должны подготовиться, потому что, когда он придет, он разлет наводит всех, кто любит его и ходит с его путями. О-о-о, отлично. О-о-о, я согласен. Нет, здесь всякие есть время. Вы должны сообщить им, именно сезон, нет? Шагая в перевалку и снова зевая, Дегемот удалился. Мышонок был расстроен. «Сказал Бума, развалившись на земле и вытирая голову полотенцем. У меня есть для тебя важные практики, Бума. Прошлой ночью ко мне приходил Господь Иисус. Он попросил меня передать всем, чтобы все приготовили, потому что он скоро вернется. А ты выполняешь какие-нибудь упражнения, Мышонок? Да, стоило бы. Да ты только взгляни на свой отбивший животик. Да на свой хвостик. О, у меня как раз есть для тебя книга. Сейчас. Первые шаги в тренировке. Называется она. Тебе понравится? Мне не нужна твоя книга, Бума. Я слишком сам. Я должен рассказать всем администрателям чумиям и суде. Пожалуйста, Бума, прослушайте. Ты знаешь, мой друг Пэт взял ее на время и через неделю его мышцы бугрились. Его собственная мать расставила девчонку. Бума, Бума. Бума печально покачал головой и пошел прочь. Все было бесполезно. Как будто Бума даже не слышал его. Он загрустил еще сильнее. Неужели удивлялся он про себя? И Иисус действительно знал, что делал, когда давал ему, маленькому мышонку, поручение сообщить свою весть всем обитающим Джулия. Он поплелся дальше, но, почувствовав усталость, решил отдохнуть под деревом. Маленький мышонок тогда не заметил, что по другую сторону дерева уезжал, наблюдая за ним огромные удаки. «Что случилось с тобой?» Вышипел змей, и от неожиданности мышонок чуть не выброднул из своих штанишек. «Ой, здравствуй, здравствуй! Очень красивый день!» Сказал мышонок, пытаясь придать своему лицу счастливое выражение. «Ты выглядишь ужасно!» «А-а-а, ну-у-у, я немного устал! Но если честно, я чувствую себя прекрасно!» «Змей, я рад встретиться с тобой, потому что, как граждану, чтобы все подготовили!» «У нас много времени!» «Нет, скажи ему, что я приду при одном условии!» «Если он убьет двух тигров, которые расправились с Идой, что-то шум у вас!» Мышонок прокашлялся и еще раз сказал обезьяне о возвращении Иисуса и о том, что необходимо готовиться. «А ты уверен, что это был действительно он? Ты попросил ему показать свои документы?» «Нет, но я знаю, что это был он!» «Тогда, может быть, это совсем не так! Не хочу обидеть тебя, мышонок! Разве настоящий Иисус стал бы запросить мышонка нести такую верь и обитателям жункой развесал бы? Настоящий Иисус попросил бы льва или слона или, может быть, даже меня! У многих мышонок, вряд ли это так! Правда, мышонок, ты такой доверчивый! Тебя обманули! Понули в голову, мышонок пошел домой, размышляя по пути о том, что сделал он сзади. Он готов был уже сдаться! Но вдруг вспомнил утешительные слова Иисуса «Не бойся, я всегда с тобой!» Решил повидать самого поля джунглей и медленно отправился в лужа льва. Лев лежал на спине в то время, как обезьяна обматывала его огромным листом. Лев, могу я прогнозить к тобой? «Конечно! Чем могу помочь тебе?» «Может быть, это я могу с тебе поместить?» «Господь Иисус приходил ко мне и попросил меня рассказать всем джунглям, что нужно гротается, потому что он скоро вернется». Внезапно раздался оглушительный рев и страх приковал мышонка к месту. Но тут он увидел, что лев не сердится, а хохочет во всем. Мышонок, ты меня подобавил. Когда Иисус просил тебе рассказать об этом всем джунглям, он не имел вины меня. «Мне не нужно готовиться, я царь джунглей!» «Вне всякого сомнения, Иисус возврат меня первым прежде вас всех!» Внезапно разразился еще одним приступом громкого смеха, и, утирая большой мотнат и лапой выступив, он продолжал. «Очень мило строя страны сообщить мне об этом, Мышонок, но Иисус вероятно свяжется со мной лично, чтобы уладить и дарь отправления. Потом я сообщу об этом тебе, ну а теперь беги, славный малыш!» Мышонок был уверен, что Лех и так все понял, но прежде чем он успел что-либо сказать, его вытолкнули наружу и отослали прочее. Мышонок решил повидаться со слоном, который стоял по колене в реке, устроив для себя душу. Подликнул его Мышонок с берега лица. «Мне очень нужно поговорить тобой! Могите! пожалуйста, обрежем!» «Конечно! Что он приходил?» «Ко мне приходил Иисус, и он сказал, чтобы мы все готовились. Он скоро вернется и заведет с тобою все животные, которые любят его и ходят его путями». «О, Мышонок он сказал что-нибудь ума умер, когда разговаривал с тобой?» «Нет, он только попросил меня передать всем, что нужно готовиться». «Ах, меня это ужасно беспокоит, Мышонок! Ох, я очень надеюсь, что он видел меня в тот день, когда я привозил на спине через реку шесть обезьян, еще раз, когда у антилопы случился жар и оплеван ее холодной водой, чтобы сбить температуру, а еще...» «О, я уверен, уверен, что увидел тебя!» «А он запомнит все мои добрые дела? Ты знаешь, он, я единственный слон Джулик, а что если я совершал все эти добрые дела, чтобы попасть на небо, а другой слон займет мое место? Слоны такое никогда не забывают, а вот пусть помните об этом искусе». «Слон снова помахал ушами и посмотрел на небо. меня это очень беспокоит». «Илипокойся, слон! Иисус никогда ничего не сломает, но мы должны удостовериться, что все островные звери знают о Иисусе. Ты пойдешь домой? ух, нет, я не пойду с тобой в ушах, да лучше остановись здесь, если бы еще что-нибудь, главное до того, как он придет. Возможно, на этот раз я даже запишу свои дела на случай, если он вдруг забудет. И все же спасибо, что предупредил меня, Иисусе». Тут слон увидел толстого носорога, изо всех сил пытающегося выбраться из воды, и прежде, чем мышонок успел сказать что-то еще, слон побежал громогласно крича. «Оставайся на месте, я помогу тебе, подожди меня, я буду». «Я» Мышонок опечалился, увидев, как убегает слон, потому что ему хотелось побольше рассказать слону о Иисусе. Много дней и недель провел мышонок в пути, обходя муны. «Это я, мышонок, я пришел, чтобы поблагодарить вас». Мышонок вогнул глазками и снова посмотрел в прекрасное лицо Иисуса. «Иисус!» Мышонок стал скликнуть, «Иисус!» «Выкреслась русским шумом, ты сделал так, как я просил, и я горжусь с ним, среди всех обитателей джунглей я выбрал тебя, чтобы ты был моим беседом, и ты помылся на напрасну, в конце концов, бегемот принял». «Иисус!» «Иисус!» «Взял мышонка в руки, и мышонок ощутил такое счастье, что даже испугался, выдержит ли это его сердце». Иисус! «Иисус!» «Иисус!» «Сlear wil Hackquassке» Спасибо.